Сказкой про украденные подарки на Рождество теперь никого не удивишь, даже детей. А вот украсть последнюю минуту года что-то новенькое. Такое необычное представление прошло в Щелковском парке культуры отдыха в рождественский день 7 января. Агент снега планеты дождей, обманутой свитой во главе с Кащием Бессмертным, крадет последнюю минуту уходящего года, чтобы оставить детей и их родителей без праздника, а вместе с ним и Нового года. Чтобы спасти ситуацию, Деду Морозу приходят на помощь снеговики, которые вместе с детьми летят на планету дождей и спасают всех от предстоящей катастрофы. Зима – волшебное время, чтобы верить в чудеса. Сегодня рождественский праздник в парке культуры и отдыха. Никто не остался равнодушным. Громко со сцены звучат голоса артистов Московского театра «Чудо-карусель». Резво прыгают и хлопают в ладоши радостные дети, танцуют и подпевая вместе со своими родителями. А на большой площадке заводят публику костюмированные аниматоры. Мы сделали программу для детишек в нашем парке. Парк, вы знаете, в прошлом году переживал очень много изменений в плане благоустройства. И уже в 2015 году это стало основным местом для проведения всех крупных мероприятий. Поэтому Рождество не исключение. Мы сегодня, несмотря на морозную погоду, встречаем здесь самых юных наших зрителей, участников всех праздников, и дарим им новогоднее, рождественское, очень нарядное, игровое представление. Следствие ведут снеговики. Такое название носит театрализованное представление, которое дети смогли не только посмотреть, но и вместе с родителями поучаствовать в перетягивании каната, поводить хороводы и получить разные призы. Мне всегда с детишками легко. Я даю задания, всякие чудеса совершаю. И вот сегодня мои помощники-снеговики, как всегда, с ребятами сделали чудо, спасли последнюю минутку года. Мы очень любим город Щелково, всех его жителей, ребят. Мы здесь часто бываем. Так что всегда рады встрече с ребятами и их родителями. Ежегодный рождественский праздник в Щелковском районе менял за все время своего существования много разных площадок, но в последние три года обрел свое место здесь, в парке культуры и отдыха. Следующими ожидаемыми мероприятиями на этой площадке для жителей и гостей города будут крещенские купания и праздник широкой масленицы. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадио компания Щелково.